привет всем не прошло несколько дней как я собралась шить себе платье мне надо снова ограниченного времени сегодня уже два часа дня и завтра закончить вот такое вот платье я еще не знаю будет стоечка воротник или нет но будет высоко под горло и там будет разрез будут такие вытачки укороченные рельефы можно сказать до низа не будет то только укороченные рельефы и вытачки рукав узкой и вот там нарисована такая штучка это у меня будет вышивка никогда еще не вышивала металликом вот буду шить вот такими золотыми нитками золотистыми вот такие металлик будет здесь небольшая будет такая вытачка то есть вытачка вышивка но думаю получится хорошо у меня камера на приколе поэтому не могу я отойти подальше вот как могу она у меня заряжается сейчас значит как я как будет продолжаться процесс вот я приколола полочку и с такими большими припусками сантиметров два-три я выкрою а потом сделаю вышивку мне уже будет направление плечо видно как не расположить ее и потом уже когда я сделаю вышивку я потом заново сложу вдвое и приложу выкройку и выкрою уже с припусками какими надо вот а спинку и рукав пока я не буду кроить подготовила я вот наметила где у меня середина переда горловина плечо пройма и так предположительно вот так направление вышивки здесь у меня будет ящерица тритон ну так предположительно так будет конечно идеальный вариант бы было на принтере отпечатать натуральную величину этот дизайн и приложить и распределить но не знаю у меня надо компьютер включать принтер подключать не знаю может быть и прибегу к этому методу но это самое идеальное там в этом вышивальных программах у них есть такая функция как распечатать дизайн и потом уже на готов на изделие прикладываешь и видишь как его расположить запялила я в пяльце флизелин вышивальный закрепила натянула хорошо трикотаж конечно же я не буду запяливать и вот клей временной фиксации у меня есть такой я побрызгала на флизелин и приклеила трикотаж не натягивая вот свободно так чтобы он лежал и теперь вот где-то сверху я наложу водорастворимый еще флизелин и вот такой будет бутерброд потому что трикотаж такой и плотненький и толстенький и я думаю что будут стежки тонуть в нем поэтому водорастворимый флизелин предотвращает вот это эффект когда-то тонут эти стежки погружаются в трикотаж и неоднородная будет вышивка смотря под каким углом будет идти будут стежки вот и буду приступать к вышивке вышивая очень волновалась и впереди впереди впервые металлической ниткой вышиваю металликом поэтому наслышано что и рвется иголку надо специально я ту же иголочку вставила вот чем джаномка отвечает за тем что она как бы пишут все всеядное не очень требовательно вот таким нюансом вот вышивает но я немножечко я проверяла этот дизайн и видела что он не сильно густой но все равно я на машине разрядила чуть-чуть а как я просто увеличила на пять процентов и получилось что дизайн увеличился на один сантиметр вот и стежки будут реже стелиться вот не так густо для трикотажа мне кажется будет на 10 думала но получилось что на два сантиметра будет больше думаю ну нет вот на пол на пять сантиметров то есть на 5 что-то у меня язык заплетается на 5 процентов увеличила дизайн флизелин этот водорастворимый его не надо натягивать сильно пусть лежит вот так свободно вот даже если здесь где-то замьется ничего страшного все равно придется его убирать не зря он водорастворимый водичка я не знаю правда стирать у меня нету возможности такой время поджимает чтобы она сохла поэтому мокрой тряпкой как-то буду убирать этот водорастворимый флизелин ну и вот мне кажется хорошо получается сомневалась немножечко думала может быть вискозой вышивать а не металликом но вот почему то я вижу здесь именно такую ящерицу золотую здесь одним цветом только вышивает как понятно лапки уже вот появилась одна лапка притончика но уже покажу как получилось заканчивает машина вышивать очень хорошо прошла вышивка ни разу нитка не порвалась все замечательно вот осталась одна минута я закончила все все вот так все закончено пока такой вид имеем обрезала я водорастворимый сейчас я буду его убирать водичкой на изнанке оборвала флизелин вот так ничего не стянуло все хорошо вот видно такая картина вырисовалась вот такой тритончик конечно так большой он 18 сантиметров длиной но так как не сплошная вышивка вот просвещается ткань платья основы то не смотрится он мне кажется нормально во всяком случае не тривиально если бы я розочку какой-то цветочек на платье вышила вот захотелось мне такого тритона здесь еще каплю от воды вот и будет вот такой у меня тритон на левой полочке вот так он будет вверх на плечо крапкается вот ну и теперь уже я буду кроить все спинку полочку и рукав забыла сказать что это дизайн из сайта Embroidery.ru капошин такой ник есть у дизайнера у женщины и это ее дизайн он был в свободном доступе поэтому я могу его вышивать раскроила я не показывала свой раскрой то мне пишут что не совсем хорошо видно но я не могу по-другому снимать у меня камера вот там вот штатив обычно я устанавливаю и она не захватывает полноценно больше мне негде установить или с этой стороны ну какая разница тогда ну в общем а снимать некому поэтому здесь все линии вот намечены середина полочки рельеф полурельеф выточка по боку было с чего оставить оставил на всякий случай мерки свои не перемиряла думаю может я поправилась потом срежу если что так трекораж очень приятный очень хорошо его кроить правда такой прям аж искры сыпется толстенький он такой плотный трикотаж поэтому вы видите все выточки есть я не хочу чтобы было но заломы вот только у него эластан есть вот растягивается немного не сильно он и тянется вот видите я сейчас посередине вот у меня шоу и шлица выточки я наметила но еще не знаю возможно я не буду их застрачивать чтобы было полуприлегающее нечего мне тут обтягивать свои выпуклости вот плечевая выточка она переведена она переведена в горловину ну и больше ничего тут нету контрольные точки по талии забыла сказать соединять там помечены на рукаве вот у меня отмечено надсечками где перед и вот здесь надсечка где середина рукава вот и все буду приступать к шитью некоторые нюансы буду показывать полностью шитье нет